Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, слушатели канала Первый Мед.ТВ. Я очень рад приветствовать вас сегодня здесь, из студии, из своего офиса, так сказать. Я думаю, что многие, как я, в данный момент работают из дома, собственно, поэтому мы, наверное, находимся в более-менее схожих с вами условиях. Меня зовут Яков Пахомов, и это передача «Футуроскоп», на которой мы с вами поговорим о прогнозах, которые перед нами ставит та эпидемия, в рамках которой мы сейчас с вами все вместе живем. Как обычно, начиная все свои презентации, я хотел сообщить о том, что я являюсь человеком, который получает довольно много, взаимодействует с большим количеством различных фармкомпаний, и это, собственно, суть моего конфликта интереса. Компания, которой я руковожу, взаимодействует более чем с 25 другими фармацевтическими компаниями, в этом, соответственно, существует мой некий конфликт интересов, но в рамках данной презентации он отсутствует, поскольку мы не будем говорить о препаратах, только если вы зададите какие-то вопросы, не более того. Поэтому, собственно, никакая фармкомпания не влияла на контент, который вы сегодня увидите, ну, вообще на него никто особо не влиял, кроме тех сотрудников, которые помогали мне делать ту модель, о которой мы сегодня в том числе будем говорить. Я представляю компанию, которая занимается созданием контента и аналитикой, в основном для фармкомпаний, вообще для медицинского бизнеса. Собственно, мы занимаемся райтингом, медицинским презентациям, поддержкой, поддержкой, научно-медицинской поддержкой компаний, там, где, по-русски говоря, не хватает руки времени, собственно. Кроме того, мы довольно много проводим тренингов для медицинских отделов и для региональных лекторов. Если кто-то уже был на тех тренингах, которые я вел, то, собственно, приветствую вас. Безусловно, там еще один последний стандартный слайд, который многие, кто постоянно смотрит передачу «Фтуроскоп», много раз видели. Данная презентация является лишь моим личным мнением, и ничто из того, о чем мы будем сегодня говорить, не является рекомендацией к тому, чтобы делать именно так, если будет речь идти о препаратах. Сколько мы будем говорить, в том числе, многое о незарегистрированных показаниях. Ну и в качестве начала я хотел начать с некой трагичной истории по поводу коронавирусной инфекции. На самом деле, коронавирусная история уже стала и моей историей, и я думаю, что для многих из вас в том числе. 6 апреля в своем Фейсбуке я написал вот такой пост, который сейчас находится на экране, суть которого была в том, что у одного моего друга возникла вторая волна температуры после двух недель кашля в режиме изоляции дома. Он находится в Барселоне, он начал звонить клинике по горячим линиям, и никуда не мог дозвониться. В этот момент система просто рухнула в Барселоне. Это было вот 6 апреля. Не было возможности дозвониться ни до каких урдентных служб, и мы вот в режиме телемедицины, в режиме переговоров по WhatsApp вместе с ним подумали о том, что по всей вероятности у него имеется бактериальное осложнение, и с учетом эпидемической обстановки это, по всей видимости, на коронавирусную инфекцию наслоилось в бактериальной пневмонии. Мы начали искать, каким образом можно найти антибиотики в Барселоне. Слава Богу, нашлись несколько людей. Я искренне вас благодарю, если они просили не называть свое имя, потому что в определенной степени должностное нагрушение было, потому что выписали рецепт, не видя пациента. По этому рецепту этот пациент купил азитромедицин. В итоге он его начал пить. Буквально возвращаясь к концовке истории, я хотел сказать о том, что действительно у этого пациента была подтверждена коронавирусная инфекция. После одного отрицательного теста ему сделали два рентгена, одну компьютерную томографию, и в настоящий момент он уже выписан домой выздоравливать дома. Хотя существенной динамики в клинике у него не было. Вот этой небольшой историей я хотел начать свое выступление, сказав о том, что это уже не просто какая-то отстраненная история. Для меня это конкретный случай, который был с моим личным другом, за которого я очень переживал. Итак, давайте поговорим о том, где мы в настоящий момент находимся. Что мы имеем на сегодняшний день 22 апреля 2020 года. В настоящий момент коронавирусная инфекция распространилась по всему миру, и в мире зарегистрировано около более 2,5 миллионов случаев. Смертность в настоящий момент, как вы видите, составила около 179 тысяч пациентов, и около 705 тысяч пациентов выздоровела в настоящий момент. Я думаю, многие из вас регулярно сами обращаются к этому сайту, Волдометр, на котором можно увидеть ту информацию, которая в данный момент находится на экране. Я хотел обратить ваше внимание на то, что на настоящий момент Россия, вот на этом сайте я просто отсортировал данные случаи по числу новых случаев по убыванию. И Россия, как вы видите в этом случае, вышла на первое место. По количеству новых случаев сегодня Россия вышла на первое место во всем мире. У нас было зарегистрировано за вчерашний день 5236 новых случаев с небольшим приростом смертей, 57 смертей. Хорошо это или плохо? Как это оценивать? Какие выводы из этого делать? Позвольте сделать немножко позже. Я хотел лишь здесь просто зафиксироваться нам с вами, что вот мы находимся в такой ситуации, когда весь мир охвачен эпидемией, и Россия в ней находится вот на таком месте, по количеству кейсов на первом месте в данный момент. Итак, посмотрим, как все это развивалось и что мы видели в какой-то момент. 30 января, почему, собственно, Роксана, программный директор Первый Мед ТВ, обратилась ко мне и сказала, ну давай попробуй выступить, рассказать о том, что ты думаешь. Дело в том, что 30 января и в последующем я написал несколько постов в Фейсбуке, часть из которых уже сбылось. И вот, собственно, я поставил внизу ссылки на эти посты, они до сих пор доступны, их можно почитать. 30 января я написал о том, что распространение будет действительно колоссальным. Распространение будет колоссальным, причина этого того, что, поскольку летальность не запредельная, соответственно, люди будут широко распространять этот вирус, поскольку вирус хорошо репетируется у пациента, даже в случае, если у пациента нет симптомов заболевания. Ну, а поскольку у нас открыты, продолжали тогда еще летать самолеты, люди посещали, продолжали ходить на работу, посещать шоппинг-центры, ходить в школу, ну и, соответственно, мы все выступили транспортом для коронавируса, что мы имеем на настоящий момент до 2,5 миллиона кейсов. Напомню, что тогда, по-моему, вот через месяц я написал еще один пост, в котором сказал о том, что 28 февраля я написал о том, что в настоящее время имеются все критерии пандемии с точки зрения определения ВОЗ, которые имеются у них на сайте у самого ВОЗ, а при этом ВОЗ не объявляет эту эпидемию. И, соответственно, где-то через 11-12 дней ВОЗ объявил о пандемии. Вот, собственно, еще одна была, не могу сказать, что прогноз, но, наверное, достаточно понятная аналитическая заметка, которая была опубликована. Тогда, при этом я ошибался довольно сильно, я предполагал, что рост уже не является экспоненциальным, а является все еще линеарным, то есть количество случаев нарастает не как снежный ком, а просто с постоянной скоростью. И говорил о том, что мы имеем около 80 тысяч случаев, и это, наверное, не так уж много, мы могли иметь миллионы уже к тому моменту, к моменту 28 февраля. И вот, собственно, у нас с вами с 28 февраля прошел март и прошел апрель, и мы имеем 2,5 миллиона случаев. Также 19 марта, вот буквально через один день, я написал о том, что, по моему мнению, Россия на 24 дня отстает от Италии, на 15 дней от Франции, и, собственно, указал этот график, в котором сказал, что, скорее всего, количество случаев будет более или менее сходным. Сейчас, с позиции месяца, с момента того, как я написал вот это сообщение, мне кажется, что по многому я был прав в том, что Россия действительно отстает от Италии где-то дня на 24, но не прав, наверное, в том, что эпидемия будет развиваться так же, как и в Италии. Сейчас я считаю, что это будет немножко по-другому. И в том, что у нас имеется модель, мы вместе с моей коллегой, которая работает с нами, Ольгой Мироненко, построили модель, в рамках которой мы получили возможность оценивать, каким образом протекает динамика нарастания количества случаев, которые подтверждены, и каким образом нарастает количество случаев, которые подтверждает подтвержденность смерти. И, соответственно, на основе скорости изменения количества случаев мы попробовали строить экспоненциальные кривые, которые показывают, в какой момент количество случаев перестает нарастать и в какой момент перестает нарастать количество смертей. Ну, то есть мы получили возможность в определенной степени прогнозировать эпидемию. Я хотел обратить внимание на то, что в тот момент мы в основном ориентировались на Италию. И вот в посте для Италии я тогда написал, что для Италии количество, скорее всего, не превысит 120 тысяч случаев, при том, что на настоящий момент мы имеем около 180 случаев. То есть в тот момент, 30 марта, этот прогноз был сильно оптимистичным. Количество случаев оказалось сильно заниженным. Но при этом наш скрипт, который может скачать любой человек, он до сих пор доступен по ссылке, которая указана ниже на экране. Ее можно найти на моем аккаунте в Фейсбуке и, соответственно, самостоятельно покрутить этот скрипт и его видоизменить. Я думаю, многие это уже и сделали. Мы увидим большое количество скачиваний нашей программы, которую мы публиковали еще 30 марта. Ну что ж, я надеюсь, что многие сделали из этого хорошие выводы и смогли сделать этот прогноз менее оптимистичным, не таким оптимистичным, который он был у нас 30 марта. Мы тоже его немножко еще дорабатывали после этого. Далее, когда в Фейсбуке я спросил о том, какие еще вы видели прогнозы, многие люди мне сообщили огромное количество прогнозов. И когда я увидел, что, собственно, главный эпидемиолог Российской Федерации 14 апреля дает прогноз, который в целом совпадает с нашим прогнозом, это прогноз, который был, собственно, дан две недели назад, и он во многом совпадает с тем, что на настоящий момент мы видим в рамках нашей модели, о чем, собственно, мы поговорим немножко позже. Итак, собственно, наша модель. В настоящий момент, вот наша модель по состоянию на 22 апреля 2020 года дает нам следующую информацию. Давайте я попытаюсь ее объяснить. По оси OY у нас количество подтвержденных случаев, по оси OX мы имеем длительность, количество недель с момента подтверждения первого случая. Точки, которые идут рядом с кривыми, это официальные статистические данные, которые публикуются на сайте GitHub, которые подсасываются из большого количества разных государственных источников. Они тоже публично доступны. Таким образом, точки – это статистические данные, и кривая, которые идут рядом с точками, это математическая модель, которая описывает поведение этих точек. Темно-красный цвет – это у нас Китай, вот он двигается таким образом. Темно-синяя – это Франция, синий график – это Франция. Вот она выходит на плато около 200 тысяч случаев, и на настоящий момент имеет около 160-180 случаев, наверное, 155 тысяч кейсов. Далее идет Германия, с небольшим отрывом от Франции, в районе 150 тысяч случаев. После этого Иран, Италия. Италия, которая уже достигла, как я говорил, около 170 тысяч случаев. Но мы видим, что прирост довольно сильно снизился, что позволяет нам говорить о том, что Италия, как говорится, уже завернула за угол, кривая начала у нее сгибаться, и, соответственно, количество новых кейсов, наверное, не будет увеличиваться в значительной степени. Южная Корея у нас отличная. Вот она самая нижняя, коричневая кривая. Испания розового цвета. Мы видим, что эпидемия в Испании уже, собственно, превысила границы итальянской. Великобритания серая кривая. Вот она идет. И, собственно, она во многом похожа на кривую Франции, только, может быть, чуть ниже в абсолютных цифрах. Ну и кривая США, она настолько большая, что она пока не влазит на этот график, поэтому мы ее обрезали. О чем мы здесь можем, какие выводы мы можем сделать для этой модели в отношении России на настоящий момент? В настоящий момент наша модель показывает в районе 150-100, может быть, 160 тысяч случаев, может быть, 180, в рамках которых закончится нарастание новых кейсов. При этом я хотел обратить внимание, если мы посмотрим на то, насколько мы отстаем от Испании, либо от Италии, посмотрим, что, собственно, расстояние между кривыми раз, два, три, как раз составляет три, четыре, может быть, пять недель. То есть, на самом деле, при исходных расчетах, которые мы делали еще в феврале на Каленке, действительно было показано, что эпидемия в России действительно отстает по срокам начала, где-то на 24 дня, один месяц, где-то на такие порядки цифр. Вот эта вот фигурная скобочка, собственно, об этом и говорит. При этом, в чем заключается невысокое прогностическое значение количества подтвержденных случаев? Я думаю, что все из вас хорошо себе представляют, что количество подтвержденных случаев – это прямая корреляция от количества тестов, которые были проведены. Соответственно, если страна активно и много тестирует, то количество случаев большое. Если страна неактивно тестирует, количество случаев будет маленьким. И в этой связи значительно большее значение приобретает факт того, сколько у нас смертей. И о них мы поговорим чуть больше. Каким образом коррелирует количество смертей с количеством подтвержденных случаев? Я хотел поговорить с вами еще об одном случае. Собственно, где мы с вами находимся сейчас и когда, собственно, эта эпидемия потенциально для России закончится. Вот если исходить из текущей модели, а эта модель довольно сильно менялась, эволюцию этой модели я покажу чуть позже, то, по сути дела, можно говорить о следующем. Смотрите, мы сейчас находимся где-то на близки к финалу 12 недели от момента первого подтвержденного случая. И кривая выходит на плато где-то через 2,5, может быть, 3 недели. Соответственно, через 2,5-3 недели, то, о чем все и говорят сейчас, вот эта кривая загибается. Я подозреваю, что большое количество людей, по крайней мере, государственных органов, в том числе, используют наш скрипт, потому что количество скачиваний мы видим с OneDrive, с нашего, мы видим, что он разошелся довольно широко. Ну и позже мне присылали некоторые модели, которые используются в Гинздраве, сказали не выдавать от кого, и они очень похожи на нашу, поэтому я не могу этого говорить. Крайней мере, я предусловиваю, что они тоже исходят из этих же предпосылок. Ну, посмотрим. Таким образом, вот эти вот вертикальные кривые, как раз и говорят, вот первая вертикальная кривая голубая, она говорит нам о том, где мы с вами приблизительно сейчас находимся, и вторая вертикальная кривая говорит нам о том, когда мы дойдем до пика. И до пиков мы дойдем где-то через 2-3 недели, точнее, даже не до пика, а до того момента, когда количество новых случаев уже практически перестанет перерастать, серьезными темпами будет практически стабильным. Как мы уже начали говорить, количество подтвержденных случаев, если раньше мы с вами видели количество подтвержденных случаев в зависимости от единицы времени, то этот же самый график мы попытались проанализировать немножко с другой позиции. С какой частотой происходит прирост новых случаев и достигнув какого числа количество новых случаев сойдет на нет, рост прекратится. Вот, собственно, интерпретируя проще этот график, можно сказать, когда вот эта кривая достигает вот оси ОХ, это значит, что эпидемия, по сути дела, прекратила свой рост в стране. Количество новых случаев больше не возникает. Ну вот в США мы видим, что это количество приближается к чуть больше, может быть, миллиона, либо миллион. В России это в районе 150-180 случаев тысяч, в Италии, во Франции в районе 200 тысяч случаев, в Китае, вы помните, что эпидемия закончилась на 80 тысячах случаев, и вот, собственно, эта кривая уже пересекла. Темно-фиолетовый Иран тоже находится в районе 100 тысяч случаев. Тот же самый график, просто немножко обрезанный от, график, в котором обрезаны немножко Соединенные Штаты Америки, поскольку там большое количество подтвержденных случаев. Страна в данный момент использует широкое тестирование, стратегию широкого тестирования. И что можно увидеть? Собственно, с моей точки зрения, графики, которые мы видим на европейских странах, с точки зрения количества подтвержденных случаев, ну, они очень близки на самом деле. Мы видим, что темно-зеленая Германия по количеству подтвержденных случаев очень похожа на United Kingdom, на Великобританию. Количество российских случаев также укладывается в эту же логику. Количество итальянских, французских и испанских немножко выше, чем в других странах. В отношении смертей. Смерти, как я уже сказал, более стабильный показатель, который менее подвержен тому, чтобы им манипулировать с позиции того, это нас больше тестировали, либо меньше тестировали. С другой стороны, у смертей тоже есть определенный недостаток, потому что мы не знаем, каким образом смерть интерпретируется. То ли человек, который бессимптомный, но положительный на тесте по коронавирусу, умерший от инфаркта, что это является, смерть от коронавируса или смерть от инфаркта? Одна ситуация, и с другой стороны, неподтвержденная смерть от двусторонней пневмонии, предположительно вирусной, является ли она смерть от коронавируса, в случае, если она не подтверждена. Всегда существуют варианты, когда можно немножко проиграться со статистикой, и мы это понимаем, мы будем, наверное, смотреть то, что есть. Те данные, которые имеются у нас в настоящем моменте. Итак, вот на 22 число актуальное количество смертей в США достигло уже больше 45 тысяч. В Испании, да, Испания розовый график, оно достигло 21 с лишним тысяч, в Италии немножко больше, во Франции около 20, тысяч, Великобритания находится чуть ниже, в районе 17 тысяч смертей. Особняком стоит у нас Германия, особняком стоит Китай, темно-красная. Ну и Россию в таком масштабе пока не видно, поэтому мы этот график немножко подрезали. Видите, что верхняя ось была в начале 44, когда мы ее подрезали до 25 тысяч, Россию потихонечку становится видно, и если этот график подрезать до 10 тысяч, то Россия становится еще более видно. что из этого графика вызывает у меня лично большой интерес. Совершенно очевидно, что кривая графика Испании, вот она розовая, оранжевая – это Италия, США зеленая и Великобритания, они очень похожи. При этом темно-зеленый график, это Германия, выглядит немножко необычно и отличается и от Франции, вот этот темно-синий график, и отличается от всех остальных предыдущих. Точно так же довольно сильно отличается график Китая и довольно сильно отличается график Кореи. Что характерно было для этих стран? Для этих стран, для Германии, для Южной Кореи и, в частности, для Китая, было характерно массивное и широкомасштабное тестирование большого количества пациентов на коронавирус, то есть широкий скрининг и выявление связей и изоляции этих людей. По сути дела, с моей точки зрения, исходя из той статистики, которую мы видим, Россия в настоящий момент двигается в этом же направлении. Мы видим огромное количество тестирований, что, собственно, и объясняет большое количество случаев, которые выявлены в настоящий момент. И в этой связи очень важно смотреть на такой показатель, как смерти в отношении подтвержденных случаев, в котором по оси Y отложены смерти, а по оси X отложены кейсы, либо подтвержденные случаи. Мы видим, что больше всех протестировали в настоящий момент штаты. И давайте попробуем обрезать на 20, потому что штаты сильно портят картинку, вот она, именно такая. Если ее подрезать до 20 тысяч смертей, становится тоже понятным, что в настоящий момент в мире существует две стратегии, по сути дела. Широкого тестирования и раннего, и стратегия, которая не подразумевает такой подход. Чуть более позднее начало широкомасштабного тестирования. Вот мы видим, что чуть более позднее начало широкомасштабного тестирования. Мы видим во Франции, мы видим во Великобритании, в Испании и в Италии. Вот она, Италия желтая, и Испания красная. При этом мы видим, что как изменилась позиция Китая, вот она темно-красной. Китай до какого-то момента активно тестировал, и до 75 тысяч подтвержденных случаев он активно тестировал, потом тестировать, судя по всему, прекратил, начал, изменил стратегию регистрации новых случаев, по всей видимости, перестав активно тестировать людей, просто начиная фиксировать убытки, то есть количество смертей. Вот оно, количество смертей повезло вверх. По всей видимости, к этому моменту они смогли полностью закрыть те очаги распространения, в которых вирус располагался. И совершенно другая стратегия, которую мы видим, имеется в Германии и в Соединенных Штатах Америки. Штаты и Германия довольно активно начали тестировать, и мы видим, вот Германия темно-зеленая, светло-зеленая, нет, темно-зеленая, это Германия, светло-зеленая, это США, собственно, и желтая графа Россия. Собственно, это страны, которые начали широко тестировать, и в этой связи их динамика, их показатели в отношении такого показателя, как смерть, деленная на количество подтвержденных случаев, мы видим, что вот эта вот группа стран ведет себя немножко иначе, чем вот эта группа стран. В этой связи прогноз для Российской Федерации, на мой взгляд, в настоящий момент достаточно положительный, достаточно оптимистичный. Я, в принципе, оптимист, поэтому вы делаете скидку в отношении моей личной персональности, в отношении всех прогнозов, но я лично считаю, что действительно эпидемия Российской Федерации пройдет более-менее благополучно, потому что а, рано начали тестировать, это подтверждает большой прирост выявленных случаев в настоящий момент. В настоящий момент в Москве начинают ужесточать меры к изоляции, что говорит нам о том, что, наверное, количество случаев, которые пациент, один пациент передаст для других, будет сильно уменьшаться. И в этой связи, с моей точки зрения, Россия повторяет модель Германии, что на настоящий момент является, наверное, одним из наиболее успешных примеров, когда государство так или иначе справлялось с коронавирусом. Ну и вот тот же самый график, только еще уменьшенный до 10 тысяч. Мы сразу же видим, что вот кривые, они действительно очень похожи между Германией и США, это вот зеленые две кривые, и Россия, это желтая кривая. Все остальные кривые других европейских стран, Великобритания, Франция, Италия, Испания находятся немножко в другой плоскости. Итак, попробуем прогнозировать, что, наверное, еще более сложное, количество смертей. Какое количество смертей случится в различных странах, к чему мы придем к концу эпидемии. В настоящий момент наша модель показывает о том, что Соединенные Штаты Америки придут с потерями около 60 тысяч смертей, в случае, если будет сохраняться текущая динамика. Испания закончит эту эпидемию в размере около 24, в памяти 22-23 тысяч. Италия, в Италии количество смертей, по всей видимости, достигнет около 25 тысяч пациентов. Франция тоже ненамногим меньше. При этом количество смертей в России, как мы видим, количество смертей в Германии, количество смертей в Южной Корее, оно было значительно более низким. В Южной Корее его даже не видно на графике. Попробуем опять же подрезать этот график, посмотреть, как этот же график выглядит подрезанным до 25 тысяч смертей. И вот здесь уже становится немножко более видно. Я его подрезал вообще до 2 тысяч смертей, для того, чтобы Россию было видно максимально широко. Что мы можем увидеть на этом графике и как мы его можем проанализировать? В настоящий момент мы с вами находимся на где-то, вот желтый график, это Россия, на пятой неделе с момента первой смерти, которая была зафиксирована в коронавирусе. Конец пятой недели у нас с вами. Кривая в виде текущем варианте выходит на плата где-то через раз, два, три, через три, может быть, через четыре недели. Соответственно, через три-четыре недели количество смертей оно, наверное, выйдет, перестанет нарастать и останется на уровне полутора тысяч. Это тот вот мой оптимистичный прогноз, который есть в настоящий момент. Я попытаюсь позже сказать, какие у этого прогноза есть ограничения и как менялась наша модель в зависимости от количества случаев, которые были зарегистрированы. Об этом, наверное, чуть позже. Но в первую очередь я хотел, что в случае, если вы сами хотите проанализировать количество случаев, но это довольно просто сделать. На настоящий момент существует огромное количество ресурсов, на которых в режиме онлайн интерактивный, не менее интерактивный, показаны различные модели распространения коронавирусной инфекции и сравнения их между странами. И, на мой взгляд, одну из лучших моделей на настоящий момент создал Марк Рейзер. Он называется Our World in Data. Это директор по исследованию экономики Оксфордского университета. Он создал сайт вместе с друзьями Our World in Data и на нем лежит в свободном доступе слайд-сет, который можно его использовать, который я использовал для подготовки к этой презентации, к этому выступлению. Для того, чтобы, собственно, сопоставить, насколько динамика в странах, которая имеется на других ресурсах, совпадает с нашими прогнозами. И вот если мы с вами посмотрим на один из графиков, какова скорость прироста эпидемии, я предлагаю сейчас переключиться непосредственно на оригинальный источник, не на скриншот, который находится у меня, а непосредственно на сайт, на котором мы публикованы вот эти данные. Сейчас я уйду. Полноэкранный режим. Давайте посмотрим, как развивалась эпидемия вот в этих же странах, о которых мы говорили. Вначале у нас росла Роскитай, после этого пошла из Италии и потянулась в страны, которые, собственно, нас тоже начали интересовать. И Россия, вы видите, начала этот рост намного позже. Что, собственно, о чем мы можем говорить о том, что Россия действительно сейчас довольно много проводит тестирований и кривая в этой связи растет довольно быстро. При этом, если вы обратите внимание, различная скорость нарастания эпидемии. Скорость нарастания эпидемии, ее можно анализировать по разному количеству случаев. Это количество случаев, которые дублируются каждый день, количество случаев, которые удваиваются через два дня, через три дня, через пять дней, вот он, и каждые десять дней. Ну, собственно, количество случаев, удваивающихся через десять дней, говорит о том, что эпидемия очень слабенькая. Так вот, Россия в настоящий момент находится на скорости удвоения, мы видим с вами, чуть ниже, чем идет эпидемия во Франции, в Италии, в Испании и в Германии. Я переключусь обратно. При этом абсолютное количество смертей в настоящий момент, как мы уже с вами говорили, в России достаточно небольшое, 456 зарегистрированных на сегодняшний день смертей, в отличие от 25 практически тысяч смертей в Италии, 21 в Испании и 21 тысячи во Франции. В Германии, как мы с вами смотрели, количество смертей значительно более низкое в связи с тем, что страна начала очень раннее и очень агрессивное тестирование очень большого количества населения. при этом закрыло страну довольно жесткими карантинными мерами довольно рано. В этой связи я хотел рассказать еще одну небольшую историю, почему с моей точки зрения эпидемия развивается по-разному в разных странах. И это действительно представляет собой довольно интересный феномен, почему в Германии все совсем не так, как во Франции, как в Испании, как в Италии. Почему так происходит? Я думаю, что у огромного количества людей стоит точно такой же вопрос. Мы смотрим с вами на карту и не понимаем, неужели система здравоохранения Германии настолько лучше, чем система здравоохранения Франции? И они так тотально различаются. Я думаю, что у многих стоит этот вопрос перед глазами. И когда я начал рассмышлять на эту тему, у меня вызвало удивление два факта. Факт номер один, каким образом развивалась эпидемия во Франции. Вначале предполагалось, что эпидемии во Францию привез один из учителей в Альзасе, который был в командировке или в отпуске в Египте. И через две недели после поездки в Египет он обнаружил, что у него кашель и в итоге после этого распространился вирус достаточно далеко. Это была первичная гипотеза, которая тестировалась. В итоге, когда начали оценивать вот этот случай более глубоко, пришли к выводу, что это не так. Что не этот учитель являлся первичным пациентом, хотя очаг возник именно вокруг него. А очаг возник в связи с тем, что Франция эвакуировала на военно-транспортных самолетах из Китая ряд туристов из Китая, своих граждан из Китая. И один из военных летчиков, которых действительно протестировали после того, как они эвакуировали большое количество пациентов из Китая, получил отрицательный тест на коронавирус и пошел к себе домой отдыхать. А его сын пошел в школу. И вот этот сын как раз этого военного летчика, которого через две или три недели развилась клиника коронавирусной инфекции, по всей видимости, и стал разносчиком вот этой инфекции через школы во Франции. В связи с чем школы были после этого, после того, как был этот кейс выяснен, Макрон во Франции объявил локдаун из окон страны. По всей видимости, ситуация в Германии развивалась немножко не так. Из того, что я понимаю, это лишь мое личное мнение, мое понимание ситуации, основное развитие начала эпидемии в Германии легло на каникулы. И основными распространителями эпидемии в Германии стали туристы, которые возвращались с итальянских курортов. Таким образом, дети в школу не пошли по всей видимости и распространение через учреждения образовательные не получило развития в силу того, что в Германии в тот момент были каникулы. Поэтому одно из объяснений, на мой взгляд, оно пока не имеет никакой доказательной базы, как мы любим говорить в настоящий момент, но мне кажется, оно очень логичным. Я не очень верю, что система здравоохранения настолько разная в Европе для того, чтобы показывать такую различную смертность и такие различные шаги в подходах страны. Потому что сразу же после объявления локдауна, закрытия страны карантинных мер, Германия начала очень широкое тестирование. У Франции большой возможности тестировать не было долгое время, потому что не было большого количества тестов, поэтому в основном диагностировались пациенты в больницах с дыхательной недостаточностью, поэтому возможности отследить большое количество кейсов долгое время не было. Вот, на мой взгляд, чем можно потенциально объяснить различия в динамике эпидемии, например, во Франции, в Германии. В этой связи, на мой взгляд, эпидемия в России попала совсем не из Китая, она попала тоже из Европы, и мне сложно сказать, совпало ли это с калликулярными периодами, либо нет, особенно наличие первичного количества заражений от этих пациентов, пациент ноль, либо пациентов ноль, те, которые стали первичными массовыми очагами, по всей видимости, в России не произошло такого сценария, который произошел в Италии, Испании и Франции. Это тоже моя точка зрения, которая на настоящий момент и доказывает то небольшое количество случаев, смертей, по крайней мере, которые мы имеем на настоящий момент. Ну и слава Богу, как говорится. Насколько быстро идет рост смертности? Давайте еще раз обратимся к Our World in Data и посмотрим, каким образом там количество этих случаев растет. Вот, собственно, каким образом нарастало количество смертей во всем мире. Во всем мире и в странах, которые представляют интерес для нас. Вот вначале начали расти количество смертей в Китае, после этого поднялась Италия, и после этого пошла Франция и Испания. И только после этого с небольшой задержкой пошла Германия, и после Германии идет Россия. Вы видите, да, что развитие эпидемии идет последовательно. По всей видимости, Германия привозит за собой случай из Италии, а уже Россия привозит случай возвращающихся людей тоже, по всей видимости, с каникул каких-то из Европы, возможно, с горнолыжных тех же курок. Но нюанс заключается в том, что эпидемия действительно отстает в России от других стран, по крайней мере, тех европейских стран, которые были затронуты максимально. И это дало возможность России подготовиться и начать широкомасштабное тестирование, вести жесткий карантин, по крайней мере, в Москве, из того, что я вижу в новостях, и, соответственно, сгладить эту кривую, потому что ограничение, карантинные ограничения, это уменьшение вирулентности, уменьшение возможности передачи вируса от одного человека к другому, уменьшение количества контактов людей. Если мы продолжим смотреть, собственно, количество подтвержденных случаев смертей от COVID-19, или по-другому ответ на вопрос, когда загнется кривая, когда вот кривая загибается, то есть, по сути дела, мы с вами видим окончание эпидемии. Давайте посмотрим, тоже опять же, началось вначале Китай, и потом мы видим уменьшение, некоторое плато, и уменьшение количества кейсов. Резкий рост Италии, Испании, Франции, подтягивается Германия, и подтягивается после Германии Россия, и европейские страны начинают, кривая начинает загибаться. Количество новых случаев уменьшается, это совершенно очевидный факт, что эпидемия во Франции, в Италии и в Испании идет на спад, то, о чем, собственно, этот прогноз, собственно, я тоже давал по Фейсбуке, можно посмотреть, когда. было, по-моему, недели две назад, когда, собственно, с точки зрения анализа нашей модели тоже стало понятно, что количество прирост новых случаев, он уменьшается, скорость прироста новых случаев уменьшается, эпидемия потихонечку теряет свою скорость. Этого мы пока не видим, конечно же, в России, но я думаю, что мы увидим это в ближайшем будущем. Я пропущу буквально несколько слайдов, которые показывают более-менее схожую картинку. Хотел показать вам немножко статистики. По сути дела, в настоящий момент мы видим большое количество интересных статистических феноменов в том, что раз в неделю у нас падает количество смертности практически во всех странах. Ее хорошо видно на примере фиолетовой Франции. Это связано во многом с количеством подтвержденных случаев и количеством рапортирования смертей за выходные. Это связано с тем, что, например, в Соединенных Штатах Америки во Франции в том числе нельзя рапортировать смерть в систему здравоохранения в некоторых случаях до подтверждения этой смерти близким родственникам сообщения за выходные происходит некая задержка. В этой связи мы по вторникам обычно статистика во всей видим провал и резкое улучшение, чего на самом деле нет, поэтому я рекомендую осматривать среднее не за три дня и не среднее за каждый день количество случаев, а среднее за семь дней. Вот если мы будем смотреть среднее за семь дней, то тот же сайт AVA показывает подтвержденную смертность на миллион населения за семь дней, кривые сглаживаются, когда мы смотрим среднее за семь дней, мы видим, что Франция прошла свой пик смертности, который был у нас где-то, наверное, 10 апреля, сейчас у нас 20 апреля, Италия прошла свой пик смертности, который был явно в конце марта, может быть, в первых числах апреля, также прошла свой пик смертности Испания, который был также где-то, наверное, на первой неделе апреля. При этом в Германии такового пика нет, идет медленное нарастание, но мы не видим тех объемов смертности, которые были. По всей видимости, здесь Россия повторит сценарий Германии и количество смертей не превысит тех цифр, которые я указал с нашей точки зрения. В этой связи это доказывает факт о количестве тестирований, если верить тем официальным данным, которые публикуются про количество тестов, которые проводятся в России ежедневно. Не верить мы, наверное, можем, но в этом, наверное, нет большого смысла, потому что количество подтвержденных случаев растет, количество смерти маленькое, это укладывается в теорию большого количества тестирований, которое было проведено в Германии и которое было проведено в Соединенных Штатах Америки, то, которое было проведено в Китае, в Южной Корее. По сути дела, стратегия большого количества тестирований, выявления связей протестировавшихся пациентов, у которых выявлен коронавирусная инфекция, отслеживание этих связей плюс введение жесткого карантина позволяет действительно уменьшить количество смертей и более широкого распространения коронавирусной инфекции. По сути дела, на настоящий момент Россия входит в число лидеров количество тестов, проведенных на тысячу населения, что говорит о том, что, скорее всего, все будет не так уж плохо. ограничения модели, которые есть. Я хотел показать о том, собственно, каким образом менялось количество подтвержденных случаев, которые дает нам наша модель, начиная с 1 апреля. Наша модель строится на том, что она анализирует большое количество случаев, и чем больше подтвержденных случаев, чем больше смертей накапливается в статистике данной модели, тем более точный прогноз дает сама модель. Это понятно, да? Когда мы дадим прогноз в предпоследний день эпидемии, я думаю, что она даст очень точную цифру о том, что количество случаев не сильно изменится завтра, потому что завтра у нас последний день. И в первый день прогноз будет в наибольшей степени верен на ближайшую неделю, и в максимальной степени он будет неверен на срок через 2 месяца. Вот 1 апреля или 31 марта наша модель давала прогноз для России около 50 тысяч случаев, при том, что в настоящий момент я вот здесь провел черту, наша модель же показывает, что количество случаев будет проявлено 130 тысяч. Собственно, то, что мы видели 13 апреля, модель тоже для России показывала порядка, может быть, 40 тысяч случаев, предсказывала на пике, во время как вот сейчас мы тоже имеем порядка 170 тысяч. 16 апреля наша модель вышла вот уже на такую привую, когда показывала в районе 110-120 тысяч случаев, подтвержденных для России, и то, что было сегодня, я вам показал. Сейчас мы, собственно, прогнозируем порядка 170 тысяч подтвержденных случаев для России, и, на самом деле, это неплохо, нехорошо, это то количество случаев, которое будет выявлено при той стратегии широкого тестирования, которую выбрала Российская Федерация, и она, безусловно, с моей точки зрения, единственное правильное решение, которое есть в настоящий момент. Эволюция моделей по смертности 31 марта, когда мы впервые прикинули, у нас не было даже количества случаев для России никакого для того, чтобы их посчитать, и мы, собственно, прогнозировали 16 тысяч случаев смертей для Италии, и мы ошиблись где-то, я думаю, тысяч на 10, потому что уже 7 апреля эта модель показывала порядка 20 тысяч случаев для Италии, 16 апреля она показывала уже 23 тысячи случаев для той же Италии, меньше для других. И в этой связи нужно понимать, какие ограничения есть у этой модели. Настоящий раз наша модель показывает, что через 3-4 недели мы увидим суммарно полторы тысячи смертей в Российской Федерации. Еще раз учту, что когда мы это же делали для Италии, мы ошиблись где-то тысяч процентов на 20-30, мы ошиблись, занизили прогноз на 20-30. Даже если предположить, что мы настолько же занижаем количество наш прогноз для России, делаем его чересчур оптимистично, на мой взгляд, вряд ли даже при пистимистичном прогнозе количество смертей достигнет двух тысяч. При условии, при одном условии, в случае статистики, которая в настоящий момент рапортируется, и мы имеем ее в наличии, она действительно достоверная, и от нас не скрывает количество смертей, не... то есть рапортуется все по-честному. буквально у нас осталось 10 минут до начала наверное сессии вопросов и ответов, чтобы у нас осталось некоторое время на вопросы и ответы. Я хотел дать ответ, нужен ли карантин. Сколько довольно большое количество дискуссий заключается в том, нужно ли вводить карантин сейчас, или он не нужно. Я знаю, что в России многие от этого протестуют, и это действительно крайне тяжело находиться в карантине длительной промежуток времени. Я в данный момент нахожусь уже шестую неделю мы живем в режиме карантина. Я нахожусь сейчас во Франции и находиться в шестую неделю в режиме жесткого достаточно. Карантина действительно непростая с точки зрения психологии, с точки зрения работоспособности состояния. В этой связи имеет смысл посмотреть и сравнить страны, которые ввели карантин и которые не ввели карантин. Для этого я предлагаю вам взглянуть буквально на один график, на Швецию, которая не ввела карантин по сравнению с другими скандинавскими странами Дании, Финляндии и Норвегии. Мы видим, что общее количество подтвержденных смертей значительно больше в Швеции, чем в Германии, Финляндии и Норвегии. При том, что Швеция это единственная страна в Скандинавии, которая не ввела жесткие ограничения, в то время как все остальные страны ввели. Мы видим, что количество смертей она по факту получила значительно больше, чем в других странах и количество случаев удваивающихся, оно было более быстро прогрессировало в Швеции по сравнению с другими странами. Давайте посмотрим, каким образом эта эпидемия развивалась. в этих странах с точки зрения прироста количества случаев. Я сейчас запущу анимацию для того, чтобы вы могли увидеть. Мы видим, что опять же вначале пошел Китай, потом пошли другие страны, и вот началась потихонечку эпидемия на Скандинавском полуострове. вы видите, Дания, Норвегия и Финляндия ввели карантин, Швеция не ввела. В итоге, если мы уберем логарифмическую кривую, увидим исключительно, наверное, лучше ввести, увидим, что количество случаев, вот эта логарифмическая кривая, то есть отличие колоссальное. В Финляндии 1600 смертей в настоящий момент. В Дании сейчас я посмотрю, в Дании около около 400 смертей, то есть практически в 2-3 раза, в 2,5 раза в Дании меньше, чем в Швеции. В этой связи нужно признать, что карантин работает, и как бы это ни было сложно, его по всей видимости важно и нужно соблюдать, и это, наверное, единственный путь, в настоящий момент для того, чтобы ограничить первую волну эпидемии, с которой мы сейчас имеем дело. И это, наверное, та основная часть с точки зрения прогнозов, которые мы хотели озвучить, то, что мы обсуждали с Роксаной. Я, на мой взгляд, выполнил свою миссию с точки зрения того, что я хотел, рассказал то, что хотел рассказать, рассказал о нашей модели, что мы предсказываем настоящими для России, рассказал об ограничениях для этой модели, но правы мы или не правы, об этом покажет время, но не программа «Время», а покажет время, которое наступит буквально через три недели, мы увидим количество смертей, достигнет двух тысяч или нет. Ну и, соответственно, в этот момент мы сможем сказать, был ли вот этот прогноз, который был сегодня дан, прав, работает наша модель или нет. Ну и мы, наверное, можем перейти к режиму вопросов и ответов, попробовать поотвечать на них. Когда по вашей модели все же снимут карантин? Ну, карантин, к сожалению, наша модель не видит, Динара. Это хороший, конечно, вопрос, спасибо большое. Карантин вводят политики и, соответственно, они принимают решения по каким-то своим собственным параметрам. Давайте подумаем, на основе каких параметров вообще, в принципе, политики могут принимать это решение. Наверное, один из основных критериев, которые они могут анализировать, это загруженность коек и загруженность стационаров. То есть, по сути дела, если политики либо врачи увидят в том, что загруженность госпиталей позволяет увеличить количество госпитализированных, то есть у нас нет стопроцентной загрузки в настоящий момент на всех развернутых мощностей и рост уже идет постоянно ниже на снижение, то, соответственно, наверное, карантин с точки зрения можно снимать. Если бы я был консультантом Минздрава, я бы, наверное, исходил из следующих, вот из этих параметров. То есть, я бы посмотрел, начала ли уменьшаться скорость прироста, скорость прироста случаев, она уже уменьшается, причем довольно серьезными темпами, и дальше смотрю на количество госпиталей. Если я вижу, что в госпиталях полная загрузка, карантин не снимается. Если в госпиталях чуть-чуть освободились койки и за это время уменьшилась еще скорость прироста новых случаев, то, наверное, можно, соответственно, карантин снимать. В этой связи я могу дать ответ по Франции. Франция снимает жесткий карантин и частично детей мы отправляем в школу, начиная с 11 мая. Давайте посмотрим, где находится настоящий Минфранция. Франция находится на состоянии близких к Плато. Соответственно, если до 11 мая у нас сейчас с вами ровно 2,5 недели, соответственно, в случае, если Россия будет действовать по приблизительно такой же схеме, то карантин в России снимут через 3,5 недели. Вот если исходить из подобной же логики, может быть, через 3. В этом случае, если исходить из этой же логики, что загруженность госпиталей в России такая же, как в Аханце, а она явно меньше. Потому что во Франции госпитализируются в основном тяжелые пациенты, в России, так понимаю, многие госпитализируются, даже легкие случаи. Соответственно, поскольку запас прочности у российской системы здорового хрения из того, что мы видим, еще достаточно высокий, темпы распространенности тяжелых случаев не очень большие, судя по низкому количеству смертей. Я полагаю, что карантин в России, вот если исходить из этих водных, их снимут где-то через три недели. Если они исходят из этих параметров, потому что они могут исходить из политики совсем из других показателей и принимать во внимание другие данные. Так, когда же закончится эпидемия в России? Вот это вопрос от Андрея очень хороший. Когда же закончится эпидемия в России? Ну, давайте подумаем, будем исходить из того, что под концом эпидемии мы с вами примем количество случаев при тестировании не будет увеличиваться, несмотря на широкую распространенность. предположим, что мы сейчас находимся на 12-й неделе, на 16-й неделе прирост закончится. То есть, у нас 4 недели плюс, соответственно, 22 апреля, 22 мая. Вот в конце мая это все закончится, исходя из текущего состояния. текущей скорости прироста в районе 22 мая прирост новых случаев уменьшится, смертей, оно идет с лагом где-то неделя-две от количества случаев. То есть, соответственно, количество смертей прекратит расти, люди перестанут умирать, видимо, где-то к первой, второй неделе июня. Если предполагать, что текущие данные по смертности не завышенные, не заниженные, мы имеем данные с объективной статистикой. Еще смотрю вопрос. Во Франции госпитализируют только тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией? Во Франции не госпитализируют пациентов без дыхательной недостаточности. Критерии в основном дыхательной недостаточности, при этом легкую степень дыхательной недостаточности уже госпитализируют. При этом ситуация довольно разная во Франции. Она довольно тяжелая бальзасе и там действительно происходит происходил по крайней мере коллапс системы здравоохранения настолько что мне было место для госпитализации пациентов возникала ситуация с триажем но на настоящий момент было уже три недели назад было принято решение даже санитарными скоростными поездами которые раньше были обычные пассажирскими их ты оборудовали подсанитарные поезда большое количество пациентов перевезли на юг Франции ближе к Бордо ближе к Марселю и тем самым количество разгрузили койки и появилась возможность госпитализировать пациентов средней санитарной легких лечится самостоятельно дома добрый вечер препараты выбора для тяжелых пациентов учитывая то что гидроксия не так уж хорош ну наверное это не совсем тема нашей передачи я предлагаю все таки это отдать специалистам инфекционистам пускай это их хлеб здесь можно много дискутировать по поводу схем лечения по поводу эффективности по поводу того когда будет вакцина и будет ли она вообще вот здесь тоже есть разное мнение этому я предпочту пока не отвечать на вопрос по поводу терапии особенно в аспекте того что доказательных данных потому как лечить нет терапия такая же как для гриппа вирусной дневмонии вы вызваны гриппом по сути дела не имеем настоящий момент препаратов доказательной эффективности насколько вы согласны с термином пандемия да я абсолютно согласен пандемия я считаю что воз вообще объявил пандемию очень поздно они будут должны были сделать это значительно раньше кроме того то инспекция воз которые они сделали в китае она абсолютной степени было без без нерезультативной и то что сделали это инспекторы но они вообще практически не смогли понять объема распространения эпидемии в китае смертности и соответственно они все пропустили в этой связи они должны были настаивать на более раннем бедении карантина в других странах частности в европейских после инспекции которые они сделали в китае они туда съездили и ничего не нашли это конечно с моей точки зрения большой провал всемирной организации здравоохранения потому что они должны были ограничить распространение в европе намного раньше когда увидели какая ситуация находится совершенно очевидно было что это разгорится в большом количестве стран и перерастет пандемию но это претензии в отношении воз которых будет много ближайшее время подозреваем но тем не менее с термином пандемии я согласен во время карантина значительно уменьшилось количество обращений первичное звено по поводу руби как это повлияет на заболеваемость респираторными инфекциями в будущем полагаю что коллективный иммунитет будет ослаблен ковид с нами навсегда это вопрос хороший корид с нами навсегда и или нет но здесь существует две теории что навсегда либо не навсегда я думаю что это ответ который абсолютно точен он либо с нами навсегда либо он с нами навсегда если быть серьезным по всей видимости коронавирусная инфекция останется популяциями достаточно положительных применений из тех данных которые мы имеем поэтому наверно те кто уже имеет иммунный статус определенный это тот человек который имеет преимущество перед тем кто этого иммунного статуса не имея то есть наличие либо отсутствие перенесенной инфекции коронавирусной по всей видимости скоро станет строчкой в резюме довольно важный для большого количества людей поэтому это то что позволит в максимальной степени ограничить распространенность этой инфекции из тех эпидемиологических исследований которые были проведены вот на скорую руку из того что я видел в америке там порядка 20-30 процентов нью-йорка уже переболели по крайней мере по количеству и глубинах которые возникают у пациента которые определяют пациент проблема в том что иммунный статус возникает не у всех переболевших вот эти данные которые тоже были опубликованы буквально совсем недавно они заставляют задуматься то есть иммуноглобулины n возникают потом падают а g либо вообще не возникает либо возникает на непродолжительный промежуток времени есть вот эти данные на меня вызывают намного больше опасения с точки зрения того останется ли с нами эпидемия до всегда или нет и будет ли вас восстанавливаться иммунитет возникать иммунитет после коронавирусной инфекции или нет и насколько легко будет создать вакцину для пациентов для здоровых людей в случае если организм иммунный ответ вырабатывает недостаточно сильно либо не очень быстро ну вот я больше не вижу вопросов да и мы наверное потихонечку будем прощаться я желаю вам всем отличного здоровья поменьше вирусов на вашем пути и том чтобы эта беда поскорее закончилась и мы с вами вернулись домой к своему нормальному ритму жизни и были здоровы всем счастливо и до следующих футуроскопов встречаемся на первый метод ТВ до свидания